Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на поиске экономического календаря блок данных из Англии. В 6.00 по GMT будем анализировать данные по промышленному производству и ВВП Англии. И в 12.30 по GMT важнейший отчет этой недели. Данные по инфляции в США, которые мы с вами уже разбирали и комментировали вдоль и поперек. И знаем, что это тот самый отчет, который может уточнить перспективы изменения американской монетарной политики. Мы также, как и все трейдерское сообщество, пытаемся оценить шансы на более масштабное снижение процентной ставки в США в ходе сентябрьского заседания. Потому что снижение ставки на 25 байсных пунктов, это уже, можно сказать, решенный вопрос. Плюс ко всему, нужно сейчас также уже придерживаться какой-то тактики по ожиданиям. Что будет делать ФРС в ноябре, в декабре? Как далеко вообще он зайдет с масштабами ослабления монетарной политики? Как сильно снизится ключевая процентная ставка? И что произойдет в связи с этим с курсом американского доллара? Индекс доллара текущей котировки 101.40. Это ниже локальных максимумов, которые были достигнуты после Non-Farm Curls. Сегодня снижение возобновилось. Я надеюсь, что мы идем полномерно к нашей цели 100 пунктов. И нужно теперь дождаться непосредственно выхода данных по инфляции. После Non-Farm мы наблюдали за коррекционной динамикой. Можно ли фундаментально объяснить тот рост, который последовал? Вы знаете, с задним числом, конечно же, есть точки зрения, что этот рост был основан на том, что трейдеры обратили внимание не на изменение общего количества новых рабочих мест, не сельскохозяйственного сектора, а на именно изменение уровня безработицы, который снизился с 4,3 до 4,2%. Но мне кажется, это объяснение так себе, потому что даже снижение уровня безработицы до отменки 4,2% это все равно подтверждение того факта, что уровень остается на максимальных значениях за много лет. И это все равно плохая статистика. А вкупе с динамикой по рабочим местам вообще складывается ощущение, что худшие показатели или самые худшие показатели, они могут быть еще впереди. Технические факторы, да, они, на мой взгляд, стали более определяющими. Я даже рад, что последовала коррекция, потому что это нормальное проявление любой трендовой динамики. Тоже подчеркивал много раз. Единственное, что настораживало продавцов по доллару в последнее время, это неуклонное снижение вниз без каких-либо коррекционных откатов. Сейчас эти коррекционные откаты есть. Ждем отчет по инфляции. Что интересно, насколько будет снижена процентная ставка, мы анализируем инструмент FedWatch Tool на ежедневной основе. Сегодня он показывает то, что вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов составляет 33%. При этом 67% вероятности того, что ставку снизят на 25 байсных пунктов. После отчета по инфляции, безусловно, картина станет совершенно другой. И завтра мы это разберем. Ожидание по индексу потребительских цен в годовом выражении в августе показатель снизился с 2,9% до 2,6%. Это очевидное подтверждение дезинфляционного тренда. Повлияет ли отчет по инфляции сильно на решение американского регулятора, я думаю, что все-таки Федерезерву нужно будет учитывать этот факт, даже несмотря на то, что он сместил фокус своего внимания с инфляционного давления, с показателя инфляции на рынок труда. Но, как я отмечал ранее, у нас и к рынку труда теперь есть объективные вопросы. База инфляции, скорее всего, останется на прежнем уровне в годовом выражении на отметке 3,2%. Возвращаясь к перспективам доллара, я все так же сторонник идеи дальнейшего снижения и ни в коем случае не откажусь в текущих условиях от идеи продажи доллара с целью 100 пунктов. Друзья, надеюсь, среди вас есть тоже сторонники подобной идеи и вместе мы сможем добиться нужного и желаемого результата. Что касается золота, выше уже 2510 долларов за тройскую функцию. Опять же, рост он, на мой взгляд, был очевиден из-за тех условий, которые сложились на фоне ослабления американского доллара и снижения доходности трежерис. На 10-летней облигации делаю особый упор и акцент. Сейчас это доходность 3,62%. Минимум с мая 2023 года, дальше уже будут минимумы вообще за несколько лет. Рынок облигаций валится, показатель доходности его снижения отражает подготовку участников рынка к масштабному смягчению американской монетарной политики. Поэтому в таких условиях делать ставку на снижение золота – это очень рискованное предприятие. И, поверьте, фундаментально эту сделку практически невозможно объяснить. Ну, невозможно объяснить и не нужно выдумывать никаких причин. Может быть, по степени значимости в качестве факторов поддержки для золота с рынком облигаций сейчас может поконкурировать индекс настроений. Сантимент показывает, что 78% трейдеров сейчас находятся, друзья, в коротких позициях. И лишь 22% верят в дальнейший рост. Вы наверняка знаете, как ведет себя рынок, когда толпа думает определенным образом. Рынок никогда не позволит заработать толпе. Оставайтесь на стороне меньшинства. В компании Амаркетс есть очень хороший индекс настроений, сантимент. Обязательно проконсультируйтесь с вашими персональными менеджерами, вам расскажут, как его использовать и в каком формате он доступен. Это ценный инструмент для принятия торговых решений. И, честно говоря, странно, если вы им до сих пор не опользуетесь. Цель по золоту, как отмечал ранее, 2 550 долларов за тройскую унцию. Фунт против доллара 1,31. Вчера вышли данные по рынку труда Англии. Уровень безработицы снизился с 4,2 до 4,1%. Занятости выросло почти на 270 тысяч. Почти, если округлить, в три раза лучше, чем значение двухмесячной давности. Хорошие показатели, которые являются логичным продолжением роста деловой экономической активности. И чем больше, опять же, все те же самые тезисы, мы получим больше отчетов перед заседанием Банка Англии, тем больше будет вероятность того, что Банк Англии отложит решение по снижению ставки на более поздний период. Сегодня будем анализировать данные по ОВП промышленному производству. Я думаю, что и в этих отчетах мы тоже найдем дополнительную статистическую поддержку для британского валютного актива. Доллар иена 141,42. Друзья, прям совсем рукой поддать до нашей цели 140. Мы туда точно придем еще до заседания Банка Японии, который состоится 20 сентября. Я уверен, что Банк Японии повысит процентную ставку на 0,25%. Потому что это будет логичным завершением всего, что мы слышали от УЭДы о том, что нужно бороться с девальвацией иены, нужно создавать условия для ослабления акционного давления, нужно поддерживать экономику. Но вот есть возможность это сделать всего лишь одним инструментом через повышение ключевой процентной ставки. Очень хочется верить, что не будет никаких «но», из-за которых Банк Японии откажется от прежней тактики и стратегии ужесточить политику. А мы с вами будем дальше наслаждаться контрастом монетарных политик, Федрезервы и Банка Японии. И на этом, собственно, зарабатывать. Австралийство против доллара 0,6650. Данные по рынку недвижимости, которые вышли вчера, подтвердили тенденцию улучшения общих показателей деловой экономической активности. Количество разрешений на строительство увеличилось за месяц на 10,4%. Это, с одной стороны, является доказательством сильного рынка труда, веры в завтрашний день. И есть еще точка зрения, что сейчас рынок недвижимости будет переживать буст из-за ожидания того, что Резервный банк Австралии может снова повысить процентную ставку. И через какое-то время кредитные условия станут жестче, поэтому обслуживать их будет сложнее. Это позитивный все равно момент, даже в формате ожидания того, что мы давно готовились к повышению процентной ставки со стороны Резервного банка Австралии. Поэтому, друзья, длинные позиции здесь остаются в исключительном приоритете. Американский фондовый рынок 5476 пунктов. Еще раз призываю оценить долгосрочные перспективы этого инструмента. Прямо здесь и сейчас, друзья, потому что потенциал роста колоссальный. Я верю в новые статические максимумы. И фондовый рынок США, NASDAQ, S&P, Dow Jones могут очень быстро перейти к траектории роста из-за обвала доходности американских облигаций. Рынку инвесторам понадобится альтернатива. Учитывая потенциал, который можно еще взять на фонде, точно приличные капиталы будут отправлены в фонды американского рынка акций. Поэтому по S&P цели движения выше 5600 пунктов. И рынок нефти, друзья, всех поздравляю. Мы достигли нашей цели 70 долларов за баррель. Фонд не изменился за последнюю торговую сессию, поэтому нужно поблагодарить рынок за такую прекрасную возможность, которую он нам подарил. Я в текущих условиях занял ожидательную позицию. И буду дальше анализировать новостной фон, искать возможности для открытия повторных сделок. Но пока без каких-то идей. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!